Дорогие друзья, дорогие любители и поклонники Generals Zero Hour, с вами канал Бляр ТВ. Прежде чем мы продолжим смотреть этот очень интересный реплей, у меня есть к вам небольшая просьба оставить свой комментарий. Конечно же досмотрите ролик до конца, а также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И самое главное помнить, только благодаря вам нас становится больше и наша любимая игра становится популярнее. Но на ваших экранах карта Disrelated Districts и достаточно редкий китайский пехотный мирор. Слева под красным цветом стартует игрок из России, это Хохард, его соперник Дранкл. Тут немножко другой никнейм, в игре под другим никнеймом играл Дранкл, скорее всего это были кланвары. Но очень многим этот боец запомнился по мировой серии, он там неплохо отыграл. И Дранкл из Турции. Интересна стратегия в Infantry Mirror пойти через Helix. Опасно, ведь есть мини-ганеры, но посмотрим насколько это прокатит. Вообще Inf Mirror он один из таких, наверное, самых слабо исследуемых Mirror. Действительно играется редко. Но вот когда попадается, особенно на реплеях, это выходит в большинстве очень метко. Через военный завод стартует Хохард, бункерица, все абсолютно здесь, инфа стандартна. Посмотрим, что Турак нам покажет своим Helix. Везде два сопла. Карта вообще огроменная, есть еще дополнительные ресурсы. Поехал дозером, посмотрите куда Хохард, сюда вот вниз на нефтяную вышку. На карте имеется три нитяных вышки, также в центре и слева с угла тоже. Вылетает боевой вертолет. Здесь все стандартно, просто идут посты. Хохард особо не выдумывает, еще дает пост. Ну и в такой ситуации повезло, на самом деле, Друнклу или Дранклу, то, что нету никакого труповоза, нету БТРа с пехотой, с мини-ганерами. Тогда этот Helix вылавливался бочем, даже просто он полетел прям на строителя, на дозера здесь. Но пропускает, интересно. А почему, неужели не увидел? Вообще, за дозер хантить это очень хорошее оружие. Да в любом Мироре. Да, но полетел дальше этот Helix, военный завод ничем не защищен. Он сейчас будет сливаться. Причем Хохард своим дозером увидел этот Helix, я так понимаю. И начал производить мини-ганеров. Или под Helix пошел их производить. Хотя обычно в Infantry Мироре делают филды, чтобы делать миги. Они очень хорошо сбивают как раз таки посты. Да, но здесь заходит тоже Хохард. Правда, у него больше проблем мини-ганер, сколько приносит проблемы. И как раз таки, если бы забрал он тогда дозер, то у Хохард уже остался бы без дозеров. У него, в принципе, не остается военного завода. Не остается ни одного барака. Сам в ответ неплохо пробил. Также минусует Supply, минусует Фил. Перестраивается Дранкл военный завод. Ну, прям жесткие размены пехотой. Ракетчик смог добить Helix. Каленый, но его уже было негде ремонтировать. И все. Полностью Хохард теряет базу. Фактически это победа Дранкла за исключением одного но. Дозер-то не был убит. Он так и проехал дальше. Отстроил здесь электростанцию. Отстроил казарму. Возможно, нет, нету пока захвата. Ну, а тут должны справляться мини-ганеры. Да. Правда, может забиться сейчас толпой военный завод. Можно, кстати, мини-ганеров толпой забить. Они еще в радиации от электростанции. Сильно страдают. И действительно теряет военный завод Дранкл. Правда, остается еще Дозер, который отстраивает энергию заново. И размены пока не увенчались полным уничтожением соперника. Да, ребята разменялись, но выживают с одними дозерами. Вообще, Дранкл делал такое достаточно серьезное упущение. Хеликс? У него еще один Хеликс влетал? Но мы точно видели, что здесь Хеликс погиб. Вот этот момент-то интересный. Откуда тут Хеликс взялся? Ну, ладно. Неужели будет у него засаживаться? Я думаю, что это глупо. В целом, все, нету больше базы у Хохарта основной. Но вот, точнее, не основной, а, наверное, базы, где он появился. Мейновая. У него теперь новая мейновая база на вышке. Надо тут захватить, наверное, нефть, чтобы были денежки. Есть у него 550 долларов. Но я думаю, захватит. Поставил даже военный завод. Здесь военный завод выживает. Или вновь отстроился у Дранкла. Дозер живой. И есть полноценный саплай. То есть у Дранкла сейчас явно больше денег, чем у Хохарта. Плюс очень много пехоты идет. Назад возвращается. Ну и здесь спамит, 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 спамит. Да, да. Захватывает вышку. Посмотрите. Хохарт сам. Дранкл. Кстати, возможно, сейчас Хеликс стал не пустой. Я смотрю. Возможно, там мини-ганер, которого хочет сбросить на вышку. Также захватить вышку. Ну, почему бы и нет. Ракетчик вот охотился за Дозером. Боже, он каленый. Откуда этот пост вообще проснулся? Ой-ой-ой-ой-ой. Что это вообще такое? Откуда посты? Так. А, как же откуда-то? Есть военный завод. Ну, он так прям проехал лихо. Даже след... А, вот-вот-вот следы вот этого поста. Возможно. Но я не увидел даже, что там создавался пост. А, Филд дает, что самое интересное, турецкий игрок. Ну, а россиянин ждет еще один пост, по всей видимости. Да, с одной нефтяной вышки будет просто подспамливать. Но тут надо саппалтрак добавлять. Захват вышки будет осуществляться еще и Дранклом. Причем две вышки экономически. Сейчас Хохор себя чувствует все хуже и хуже по сравнению с соперником. Ай-яй-яй-яй. Там ракетчик, ракетчик замечается. Дозер удирает. Хотя, наверное, успел бы он здесь достроить. А, он пустой БТР. Нифига себе. Да, правильно сделал, что удрал? Новый пост. Он приехал. Вот здесь уже по следам видно четко откуда и куда. И это охота. Друзья, это охота за Дозером. Да ну. Неужели Хохор добивается своего? Вот прям где-то кто-то его учил дозерхантить, а? Любители дозерханта. Да, да, да. Остается теперь у нас Дранкл без строителей. Вот его последние четыре здания. Но у него раз вышка, два вышка. Нет, два вышки нет, забыл. И сапплай, правда, копает в один саппалтрак. Но дела у соперника не лучше здесь. У него всего одна нефть. Военный завод пошел делать драконы. Подбежал в центр, кстати, мини-ганер. Но пехоты очень много. Мне кажется, никакой сейчас дракон тут не спасет. База компактная. У базы еще есть защита в виде вот такого бункера. Туда бы, не знаю, штук 8 мини-ганеров посадить. Чтоб вообще было тут не пройти. Ага, пришел. Боже мой, это все тот же пост. Серьезно. Все тот же пост. Еще и снес военный завод. Ну как так-то, а? Ну это говорит о том, что неплохой контроль. Дракон заходит туда за здание. Ой-ой-ой-ой. Сейчас электростанция погиб. Продает. Ну что ж ты? Ах. Транкл. Немножко перекакался. Да в принципе-то дозеров нет. Какой смысл уже продавать? Зачем? Что это даст? Денежки-то есть. Саплай качает. В два саплтрака. Вышка есть. Кстати, Акохарт перехватывает вышку. Но пехот остается очень много. Без электростанции, правда, будут спамиться она. Хиловато. Это все еще живой пост. Ну вот интересно, удастся ли штурмануть и пробить эту базу. Добиться розовым победы. Пошел еще один дракон. Вышку перехватил. Тут, кстати, красный китаец. Ну вот. Дранкл только сейчас замечает, что здесь свободная нефть есть. Дракон хочет в хитро объехать. Но, видать, этого не получится сделать. Там еще крупная пачка пехоты сверху есть. Ага. Ну вот сейчас будет попытка штурма. Здесь в этом бункере сидят мини-ганеры. Может быть, один мини-ганер. Кстати, это можно и проверить. У нас мало энергии. Не туда пошел проверять. Там сидело два мини-ганера. Пошел помогать дракон. Забирается, кстати, дроп-зона. Она будет скидывать БТР. Это хороший очень шанс для Дранкла. Но она была раньше это делать. Да, там где-то выловили Дракошку. Здесь Дракошку тоже вылавливают. Очень много пехоты. Мне кажется, никакой бункер здесь засейвить сейчас просто не поможет. Пошел перехватывать опять назад нефть. Удирает дозер у Хохарта. Он уже понимает, что здесь действительно мало шансов. Он даже уносится с бункера. Уносится в другой бункер, который уже собственноручно отстроил. Но такая масса пехоты здесь. Ах, командный центр ставит. Вот что придумал игрок из России. У него есть третий ранг. И в целом здесь два здания. Он о них знает. Но если успеет достроить, это ковровка. Арт-удар. И до свидания. В то же время Дранкл успешно пробивает базу. Уже возможно верит в свою победу. Понимает, что вау. Я сюда забрался на эту гору. И я тут все уничтожаю. Но понятное дело, куда-то удрал дозер. Вот дозер надо искать. Интересно, подозревает Турак, что у соперника третий ранг. Он пошел искать этот дозер? КЦ-то уже отстроено. Да-да-да. Он причем под таймингом. Быстрее-быстрее-быстрее найти. Слушайте, а если успеет КЦ сейчас уничтожить? Тут надо дозер сперва убить. У Хохарта есть небольшой флуат. Вышка перехватывается. Ага, полетела ковровка. Запуск арт-удара. Пошел дальше строить электростанцию. Подходит пехота. Ну куда? Нет. Что? Он хотел ковровку сбросить. Минусуется барак. Остается последний сопла. Это джи-джи, друзья. Да. Это джи-джи. Все-таки Хохарт смог победить. Но, знаете, такая какая-то лоу-кектная игра. Потому что момент был, когда в принципе Дранкл мог все закрыть. Изначально убить дозера, который он увидел. И он его не убил. Там снизу. Дальше очень долгий незахват вышки сверху. Ну и в целом просто дальше Хохарт сыграл лучше. Он очень мастерский за дозер-хантилу. За что ему респект. Готовятся ребята к мировой серии. Дранклу надо явно, ну как-то что-то подтянуть. Быть повнимательней. Что ж, дорогие друзья. Оставляйте свое мнение в комментариях. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте, Дискорд канал, Телеграм канал. И, конечно же, про сайт blartv.ru, где вы найдете очень много полезной информации. А я с вами не прощаюсь.